В СПЧ обратилась мама подростка девочки, которая учится в школе села Мурсалимкино Салаватского района в Башкирии. Наверное, половину урока на нее кричал учитель башкирского языка и литературы Саид Галина Гуляйха Раиловна. Сейчас вы услышите запись, так сказать, беседы учительницы с девочкой 15 лет, если это вообще можно назвать беседой. На самом деле это истерика, которую не может контролировать явно психически нездоровая женщина. Девочке удалось спрятать телефон и записать этот разговор, и я решил выложить это на своем канале, преследуя сразу несколько целей. Во-первых, прежде чем вы услышите это, я призываю родителей, в очередной раз призываю, если вы сталкиваетесь с учительским беспределом, пытайтесь бороться против этого. Если ваши дети говорят, что учителя издеваются над ними, оскорбляют, каким-то образом пытаются психологически воздействовать, всегда вставайте на сторону своих детей. К сожалению, в России есть такая тенденция часто слушать скорее учителей, чем своих собственных детей. И родители не думают о том, что школа – это лишь небольшой период в жизни вашего ребенка. И когда школа закончится, учителей этих ненормальных в жизни ни вашей, ни ваших детей уже не будет. А вот ваш ребенок в вашей жизни останется. Поэтому в смысле приоритетов у вас всегда должны стоять на первом месте интересы ваших собственных детей. Ну и первую часть ролика я назвал, так сказать, для обычных пользователей. Если вас возмутит все это не меньше, чем меня, поверьте, здесь нужно иметь даже нервы для того, чтобы до конца прослушать, что несет эта женщина, переходя беспрерывно на членов семьи этой девочки, на саму девочку. В конечном счете она угрожает ученикам тем, что им проще повеситься, чем справиться, так сказать, с ней. Вторая часть ролика будет посвящена, так сказать, продвинутым пользователям. Я попытаюсь ответить на вопрос, как избавиться от таких учителей, в чем я вижу корень проблемы, или, скажем так, одну из сторон этой проблемы. Давайте сначала познакомимся с этой замечательной, в кавычках, женщиной. И будем надеяться, что как можно больше людей узнают о существовании этой персоны. И будем надеяться, что она, наконец-таки, закончит свою карьеру психологического киллера в отношении детской психики. Дамы и господа, Саид Галина Зуляйха Раиловна. Дамы и господа, Саид Галина Зуляйха Раиловна. Мальчики, вот и так бывает. Условия будут ставить. Женский пол вам в дальнейшем. Упаси вов от таких. Ты хотя бы можешь помолчать? Нет. А чему ты не можешь помолчать? А чему ты мне сбрываешь урок? А что ты делаешь? Вы видите, я просто спасу и все. Что ты делаешь? Второй урок, что ты там смотришь? А? Можно два клача выгнать? Что вы там смотрите? Второй урок уже! Миницы! Я рук не вижу. Желающих не вижу. Пришли посидеть. Ты что, у тебя же против есть? Да. Или с дедушкой, который употребляет спиртное денно-ночно? Я. Ты с вами не говоришь, почему сыгра принесла? Я шмару. Да ты что! Да. У тебя мама есть? Да. Говорят, ты у дедушки живешь, который употребляет спиртное денно-ночно. А теперь уже нет? Нет. Когда ты перемиркнуться успела? На днях. Вот у нее воспитание. А Алкаша себя как видит? Вот она сидит, как последняя алкоголичка. Значит, я Алкаша. Поведение алкоголика. Вот в твое воспитание тебя какими люди воспитывают. Вот. От среды и впитываешь. И всю брять несешь сюда. В общеобразовательную школу. Неадекватная, невоспитанная, незноборная. Или вас тебя не отвечает? Я отвечаю. Да ты что! Ты начнешь отвечать, мало не понадобится. Не понадобится тебе это мало. Если я возьмусь, а я возьмусь. Зря. Зря-то забыто. Зря. Я даюсь, чтобы приняли меры. Даже не придется принять таких любых мер. Ты сама себя доведешь. А то, кто-то пришел себе домой и говорит, вот, Зульхура и Луну довели. Вы сами себя довели, дорогие мои. До такого состояния, что все, уже информация не лезет в голову, потому что другим забито. в туалете нужно разговаривать, в развалке нужно разговаривать, отпрашиваясь, сидеть на руках, контролировать там своего ухажера. Другим забито. Не усамим каримом, не родным языком, не тем более, которые районной. кто я такая для вас, засранцы, бездолковые. Сидите на телефонах за телефонами и безпредельничайте, не зная уже своего места. Никакой уже субординации! Я тебе не гушила, Ахнатына. Я тебе не гушила, Ахнатына. Это ты с ней так можешь! Это ты с психологом так можешь! Может, даже с ней это так можешь, но со мной-то новин не выходит. Симоня, не нагуляла, что ли? А? Не выспалась, что ли? Или мама тебя не пустила? А, пиаре, я тушкопал? Моржутная? Придем в год на курение, где друг в год мошляться? Ты при чем тут сегодня? Что? А оттуда ее все ее деть? А? А оттуда я тебя пашу ее деться? Я тебя не возьму! Я у тебя пашу иду! Где дела, Жандра? Есть такая патаропа. Ищите? Дела, Жандра. На русском это еще угромчен звучит. Со мной лучше не связаться. Я вам не раз за пилорай я не поспаклю, что у вас с ними праздники. Ешьте лучше! А вот подростковый возраст, вот не знаю, что сделать, не сделайте ничего. Со мной лучше не связаться. Я вам не раз за пилорай я не поспаклю, что у вас с ними праздники. Ешьте пилорай выходи. Не следуй лучше! Не следуй лучше! Две поразительные вещи я еще вам сейчас озвучу. Выясняется, что оказывается, много лет тому назад эта учительница зарезала своего собственного мужа. Как я понял, ей удалось избежать тюремного наказания, но этот факт на памяти у очень многих жителей. Непонятно, и теперь очевидно, что женщина имеет гораздо более серьезные проблемы, чем кажется на первый взгляд. И вторая поразительная вещь, что среди комментаторов я увидел минимум пять мнений, опять же, женщин, возможно, даже подобного рода учителей, пытающихся защищать вот эту истеричную, совершенно непрофессиональную учительницу. Один из таких комментариев я вам сейчас зачитаю. Сидыкова Гуаль. Думаю, девочка специально доводила учительницу до такого состояния и специально же записывала. Конечно, учительница не должна была вести себя так, но в школе сейчас работать очень и очень сложно. Не зря же у учителей случаются такие срывы. Пожалуйста, не зря она считает. Однажды в моем сообществе ВКонтакте выложили «Я за своего ребенка любого порву. Мне стало не по себе. А может твой ребенок не так воспитан, не так себя ведет». Совершенно ужасное, извращенное понимание проблемы. Вот здесь две вещи, на которые я прошу как педагог обратить внимание. Не зря же у учителей случаются такие срывы. Абсолютно точно зря у нормального здорового психологически человека подобных срывов быть не должно. Если у него случаются срывы, то первое, ему не место в профессии, второе, ему нужна помощь. То есть, если человек срывается на своем рабочем месте, ему нужно уйти в отпуск, может быть, в долгосрочный, а может быть, вообще не подближаться к детским учреждениям. Ну, представьте себе какой-нибудь коллектив, я не знаю, бухгалтеров, инженеров, менеджеров. И какой-то менеджер соскочит, начнет орать, я не знаю, раздеваться, материться, у него, видите ли, срыв. Как будут реагировать на такого человека? Ну, отошлют его к какому-нибудь врачу. А когда срыв случается у учителя, вот как объясняет эта женщина, то это, значит, не зря. Значит, дети ее до этого довели. Понимаете, педагог, который не знает, что делать с детьми, то есть, педагог, которого доводят или выводят из себя дети, еще раз, это случайные люди в профессии, это даже опасные люди. Почему я назвал эту учительницу психологическим киллером? Она, по сути, разрушает ребенка. Она не может справиться сама с собой и наносит серьезную травму не только самой девочке, но и всем остальным, кто послушно сидит и внимает вот этот вот истерический приступ, который с ней, по всей видимости, периодически происходит. Страшно, что эта учительница 30 лет работает в школе, как она говорит, у нее 30 выпусков. Вы представьте себе, сколько травм она нанесла еще остальным детям. То есть, явно в школе нет никакого контроля, у детей нет возможности защитить себя от подобного рода учителей, ведь она там заявляет, ты можешь и директору идти, ты можешь кому хочешь, но с ней ты должен считаться вот с этой ее истерикой. И второе, видите ли, этой женщине страшно читать, что какой-то человек вконтакте пишет, что за своего ребенка я порву. И женщина добавляет, ей стало не по себе, а может быть ребенок не так воспитан. Вопрос, что значит не так воспитан. Кто решает, как должен быть воспитан ребенок? Уж явно не учителя отвечают за воспитание детей. Вот здесь очень важный момент, который часто в России или в странах СНГ смыщен. Учителя не занимаются воспитанием детей. Учителя занимаются передачей информации и знаний. Детей воспитывают в семье. А учитель воспитанием или перевоспитанием или переделкой или перекройкой ребенка заниматься не должен. Это не его задача. Что очень многим учителям, к сожалению, в России невдомек. Они на самом деле начинают воспитывать или ломать ребенка. Кто дал им на это право. И дальше, конечно же, родитель всегда должен стоять на стороне своего ребенка и защищать его от разного рода психически нездоровых людей, которым, к сожалению, наполнены российские школы. А вот почему в российских школах так много подобного рода людей, вот это отдельный вопрос. Я хотел поговорить с вами вот о чем. скажи, ошибиться по именем, то что это в этом е Продолжение следует...